Здравствуйте, меня зовут Лешой Евгений, и этим модулями я начинаю курс по продукту System Center 2012 Configuration Manager. В этом первом модуле мы поговорим о том, что продукт умеет, какая его архитектура, системные требования. Поговорим о том, как его устанавливать, познакомимся с консолью и произведем переначальную настройку. Как вы видите, у Configuration Manager богатая история, и берет свое начало она в 1994 году, когда вышел продукт SMS 1.0. Можно выделить несколько основных этапов развития продукта. После этого вышел System Management Server 2003 и SCCM 2007. После него в мае 2010 года появилась первая публичная бета продукта System Center Configuration Manager в Ennext. Продукт был переименован в System Center 2012 Configuration Manager и вышел 31 марта 2012 года. Если говорить грубо, то Configuration Manager можно назвать очень мощным установщиком. Он умеет устанавливать операционные системы, программы и обновления. Установка – это тот функционал, обычно ради которого внедряет Configuration Manager. Кроме этого, Configuration Manager может инвентаризировать файлы, аппаратные комплектующие и программы, которые установлены на компьютере. При помощи продукта вы можете проверять ваши компьютеры на соответствии с корпоративным политикам. Вы можете удаленно подключаться к компьютерам и помогать пользователям выполнять какие-то действия. При помощи Configuration Manager можно управлять мобильными устройствами. Под управлением подразумевается ряд действий, таких, например, как инвентаризация программного обеспечения, либо же установка программ. На базе Configuration Manager есть продукт 2012 Endpoint Protection, который представляет из себя антивирусную защиту для ваших клиентских компьютеров. При помощи функционала учета лицензий и запуска программ, вы можете управлять лицензионной частотой в компании и отслеживать программы, которые запускаются и которые требуют лицензии. Кроме этого, Configuration Manager представляет функционал управления электропитанием, который позволяет вам создавать планы электропитания и отключать неиспользуемое устройство, либо посылать компьютер в спящий режим, если за ним никто не работает, таким образом экономить электроэнергию. Кроме этого, Configuration Manager предоставляет функционал, который называется Out-of-Band Management. Вы можете подключаться к компьютерам, на которых установлен чипсет Intel V Pro и управлять настройками BIOS. Итак, давайте кратко поговорим об архитектуре продукта. Основной сервер Configuration Manager это Site Server, тот сервер, который предоставляет весь функционал Configuration Manager. Остальные роли могут размещаться либо же на нем, либо же мы можем их разносить по остальным серверам. Эти серверы называются системами сайта. Site Database это роль Configuration Manager, которая хранит в себе базу Configuration Manager на SQL Server. Management Point является неким связующим звеном между Site Server и клиентами, которыми управляет Configuration Manager. Точка управления отдает клиентам информацию об их настройках, о том, по какому расписанию они должны работать, какие агенты включены и так далее. Клиенты, в свою очередь, отправляют инвентаризацию на точку управления, отправляя свои статусные сообщения о том, как произошли процессы, выполнены или не выполнены, когда они были выполнены и так далее. Management Point принимает эту информацию, передает на Site Server. Site Server передает информацию в Site Database. После этого вы на Site Server открываете отчеты и смотрите, как произошел какой-то процесс. Distribution Point это точка распространения. Это роль системы сайта, которая хранит в себе все файлы, которые требуются клиентам Configuration Manager, начиная от пакета клиента Configuration Manager и заканчивая загрузочными образами для установки операционных систем. Reporting Services Point это система сайта, которая предоставляет вам отчетность. Она располагается на SQL Reporting Services. Software Update Point это точка обновления программного обеспечения, которая взаимодействует с SUS сервером и позволяет клиентам устанавливать обновления. Fallback Status Point это роль системы сайта, которая позволяет вам просматривать отчеты по установке клиентов Configuration Manager и привязке к сайту. То есть эта роль помогает вам, в случае чего, устранить какие-либо неполадки в процессе распространения клиентов. Что такое сайт Configuration Manager? Это Site Server, плюс дополнительные роли, которые могут быть разнесены по другим серверам, плюс клиенты, которыми управляет Configuration Manager, и границы Configuration Manager, находясь в которых клиенты управляются Configuration Manager. Если провести некие аналогии, то сайт Configuration Manager похож на домен Active Directory, где у нас есть контроллер домена и границы нашего домена, внутри которых работают клиенты домена. Как я уже говорил, у нас есть Site Server. Это главный и единственный в пределах сайта сервер, на который устанавливается Configuration Manager. Для Site Server нам требуется операционная система Windows Server 2008 SP2, либо же 2008 R2, либо R2 SP1. С выходом с RSPAC для Configuration Manager будет поддерживаться и Windows Server 2012. Всю свою конфигурацию, а также данные, которые Configuration Manager получает от клиентов, он хранит в базе данных. Для базы данных нам нужен SQL Server не ниже 2008 SP2 с коммунитивным апдейтом 9. Кроме того, поддерживается SQL Server 2008 R2 SP1 с коммунитивным апдейтом 6, либо же выше. С выходом первого серии спака для Configuration Manager будет поддерживаться SQL Server 2012 с минимум вторым коммунитивным апдейтом. В качестве клиентов Configuration Manager поддерживает все современные операционные системы Microsoft, начиная с Windows XP Professional SP3. С выходом первого серии спака для Configuration Manager в качестве клиентов будут поддерживаться Windows 8 и Windows Server 2012. Кроме того, в первом серии спаке реализована возможность установки клиентов на серверные операционные системы Unix, Linux, Mac OS X и другие. Перед началом установки Configuration Manager нам нужно установить SQL Server. SQL Server может быть установлен как на будущий сайт-сервер, так и на другой какой-то сервер. Кроме того, нам требуется установить некоторые компоненты для Configuration Manager, такие как Net Framework 4, Internet Information Services, Background Intelligent Services и некоторые другие. Нужно принять решение, будем ли мы расширять схему Active Directory. Расширение схемы Active Directory не является обязательным требованием для установки Configuration Manager, но является настоятельно рекомендуемым. Расширив схему Active Directory, вы существенно уменьшаете административную нагрузку при работе с Configuration Manager. Сайт-сервер публикует информацию о себе в Active Directory, публикует информацию о сайте. Клиенты напрямую обращаются в Active Directory и могут получить такую информацию, как код сайта, либо же адрес менеджмент-поинт. Для установки Configuration Manager нам требуются файлы манифеста. Это служебные файлы, которые можно скачать либо до установки Configuration Manager, либо в процессе установки. Далее следует определить, будем ли мы работать с сертификатами. Вы можете некоторые роли Configuration Manager переключить в режим работы HTTPS. Это можно сделать как в процессе установки Configuration Manager, например, переключить с HTTP на HTTPS работу Management Point и Distribution Point, так и после полной установки Configuration Manager. В процессе установки Configuration Manager требуется определить код сайта. Это трехсивольное значение может состоять из букв латинского алфавита, цифр и дефиса. Код сайта – это служебная информация, которая используется Configuration Manager и клиентами. Также в процессе установки вы должны определить имя сайта. Имя сайта – это информация для вас, она отображается в консоли Configuration Manager. А сейчас я покажу демонстрацию по подготовке среды к установке Configuration Manager и, собственно, покажу сам процесс установки. Итак, у меня есть сервер – это Windows Server 2008 R2 SP1. Настройки, которые на нем производились – это отключение фаервола и введение в домен. Больше ничего не делалось. Давайте начнем подготавливать сервер с установки фич. Установим Net Framework, Bits и Remote Differential Compression. Добавим компоненты для ИС – это ASP.NET, Windows Authentication и VMI Compatibility. Нужные компоненты установились. Кроме того, на сайт-сервер нужно установить полный Net Framework версии 4.0. Принимаем лицензионное соглашение и устанавливаем. Давайте установим SQL Server. Я буду устанавливать SQL Server 2008 R2 SP1. Выбираем новую инсталляцию. Ввели серийный номер. Принимаем лицензионное соглашение. Устанавливаем требуемые компоненты для инсталляции SQL Server. Выбираем SQL Server Feature Installation. И здесь достаточно выбрать только Database Engine Services. Для работы Configuration Manager этого достаточно. Я изменяю путь по умолчанию. Но я еще достанавливаю Reporting Services, поскольку нам понадобятся впоследствии отчеты. И утилиты управления. Для того, чтобы можно было работать с базой. Нажимаем Next. Меняем путь по умолчанию. Я оставляю Default Instance. Здесь выбираем один и тот же аккаунт для всех сервисов у SQL Server. В моем случае это будет просто доменный администратор. Поскольку это тестовая лаборатория. Проверяем Collation. Он должен соответствовать вот этому. Режим аутентификации оставляем по умолчанию. Добавляем текущего пользователя. Устанавливаем Reporting Services, но не будем их конфигурировать. Будем это делать впоследствии, когда будем настраивать отчеты для Configuration Manager. И начинаем инсталляцию. Пока устанавливается SQL Server, давайте сконфигурируем Active Directory. Как я уже говорил, расширение схемы Active Directory не является обязательным требованием для установки Configuration Manager. Но позволяет значительно упростить работу с этим продуктом. Для начала нам нужно создать объект. Через ADSI Edit это будет контейнер. Подсоединяемся к Default Naming Context. Открываем System. И здесь мы должны создать наш контейнер. Контейнер должен называться System Management. Как вы видите, он у меня уже есть. Поскольку в моей виртуальной среде уже установлено несколько сайтов Configuration Manager. Ну, далее мы нажимаем Next и создается этот контейнер. Далее на этот контейнер нужно дать права нашему будущему сайт-серверу. Впрочем, эти операции можно выполнять и после установки Configuration Manager. Включаем Advanced Features, чтобы видеть наш контейнер. И здесь мы выбираем наш сервер. Даем полные права. И в разделе Apply To выбираем This Object and All Dissedent Objects. После этого наш сайт-сервер сможет публиковать информацию в Active Directory о том сайте, который мы создадим. Кроме этого, нужно расширить схему Active Directory. Можно это сделать при помощи файла Ext.ads.ch.exe Extended Active Directory Schema Находится он на диске SMS Setup BINX64 установленного диска Configuration Manager. Запускаем этот файл мы с правами администратора схемы. И мы видим лог работы. Соответствующие атрибуты и классы должны были быть созданы, но поскольку схема Active Directory у меня уже расширена, они существуют. Нас интересует вот эта строка, которая говорит о том, что схема Active Directory успешно расширена. После успешной установки скейл-сервера нужно установить второй сервис-пак. Субтитры создавал DimaTorzok После успешной установки сервис-пака можно начинать установку Configuration Manager. При установке Configuration Manager есть возможность установить Primary Site, либо же Central Administration Site. О типах сайтов и мультисайтовой иерархии мы поговорим в других модулях. В данном случае мы выбираем отдельно стоящий Primary Site. Вводим серийный ключ. Принимаем это лицензионное соглашение и следующее. В данном случае нам понадобится либо интернет, либо компьютер с выходом в интернет для того, чтобы скачать файлы манифестом. Это служебные файлы, которые требуются Configuration Manager для инсталляции. Если у нас предварительно они скачаны уже с какого-то сервера, где есть интернет, если вдруг на Configuration Manager интернета нет, то мы указываем, что они у нас предварительно скачаны, либо мы указываем, куда их качать. Можем дополнительно установить поддержку русскоязычной консоли и русскоязычных клиентов. Определяем код сайта. Например, пусть это будет TD1. Определяем имя сайта. Я меняю папку для инсталляции. Указываем, что мы инсталируем консоль Configuration Manager. Это будет Standalone Primary Site, либо мы этот сайт подсоединяем в иерархию. У нас это будет отдельно стоящий Primary Site. Определяем имя SQL Server. Поскольку у нас SQL Server стоит локально, то имя сервера мы не меняем. Инстанс Name мы оставляем пустым. Имя базы данных мы тоже не меняем, а оставляем по умолчанию. Роль SMS Provider. SMS Provider это VMI Provider, который, грубо говоря, является прослойкой между пользователем, запускающим консоль, и сайт-сервером. SMS Provider определяет, какие права и на просмотр чего есть у пользователя, и в соответствии с этими правами отображает ту часть информации, которая доступна этому пользователю в консоли. Роль SMS Provider мы оставляем на том же сервере, где у нас и будет установлен сайт-сервер. Мы говорим, что наши точки будут работать, в частности, точки Management Point и Distribution Point будут работать по HTTP, либо по HTTP, в данном случае у нас не развернута служба сертификатов, пока мы будем работать с точками по HTTP. Мы будем эти точки инсталлировать в процессе инсталляции сайт-сервера, то есть мы инсталируем и Distribution Point, и Managing Point, хотя можем этого не делать, можем это сделать после инсталляции сайт-сервера. Не участвуем в программе Customer Experience Improvement Program, нажимаем Next, и после этого запускается мастер проверки соответствия системы. Поскольку мы выполнили все предварительные требования, правильно сконфигурировали систему, установили все нужные фичи, мы видим только несколько предупреждений, которые не являются критическими и позволяют нам продолжить инсталляцию сайт-сервера. В данном случае у нас предупреждение по поводу сус-сервера, он не установлен на нашем сайт-сервере. Мы можем его установить позже, после инсталляции Configuration Manager, если мы захотим управлять обновлениями. У нас не созданы исключения для фаервола, поскольку наш фаервол отключен. Мы не определили максимальный лимит для нашего SQL-сервера по памяти. И у нас есть также предупреждение по поводу того, что у нас недостаточно оперативной памяти для SQL-сервера. Все эти предупреждения не мешают нам начать инсталляцию системы. Пока инсталируется наш сайт-сервер, я вам покажу пару утилит, которые вам, возможно, помогут. Как я уже говорил, для того, чтобы скачать файлы манифеста, на сайт-сервере в процессе инсталляции должен быть интернет. Если этого нет, мы можем скачать файлы с какого-то другого сервера, где интернет есть. Мы можем на этом сервере запустить процесс инсталляции и дойти до шага скачивания файлов. Либо можем запустить отдельную утилиту, которая называется SetupDL, SetupDownloader. Указать папку, куда нужно скачивать файлы. И начать скачивание. Вторая утилита находится там же, где и SetupDownloader. То есть на установочном диске Configuration Manager в папке SMS Setup bin.x64. ProRequisiteChecker поможет проверить ваш будущий сайт-сервер на соответствие требуемым критериям для установки Configuration Manager. Мы ее запускаем. И начинается процесс проверки. По результатам проверки мы видим те предупреждения, либо же те критические ошибки, которые нужно устранить для того, чтобы правильно установить наш Configuration Manager. Как мы видим, процесс установки Configuration Manager удачно завершен. Мы можем просмотреть лог установки. Но в блокноте это неудобно делать. Поэтому мы откроем утилиту CM Trace, которая находится на установочном диске Configuration Manager в папке SMS Setup Tools. Эта утилита предназначена для просмотра логов Configuration Manager. Лог установки лежит на диске C, называется ConfigMGR Setup. Мы видим, что у нас процесс установки завершен и можем почитать дополнительную информацию о процессе установки. После установки сайт-сервера нужно произвести первоначальное конфигурирование Configuration Manager. Нужно включить методы обнаружения ресурсов. Они помогут нам найти те объекты, с которыми впоследствии будет работать Configuration Manager. Это компьютеры, пользователи, группы безопасности, IP-подсети и сайты Active Directory. Можно сконфигурировать учетную запись сетевого доступа, Network Access Account. На начальном этапе работы с Configuration Manager она не нужна, но она будет использоваться, когда мы будем управлять клиентами в рабочих группах или же устанавливать операционные системы. После этого можно установить дополнительные роли, которые нам потребуются. Нужно определить границы сайта. Если провести грубые аналогии с Active Directory, то у домена тоже есть свои границы безопасности. Если клиенты входят в эти границы, соответственно, они входят в домен, они могут обращаться к контроллером домена. Похожая ситуация и у Configuration Manager. Если клиенты входят в границы сайта, то они принадлежат этому сайту и могут работать с системами сайта. И нужно включить публикацию сайта Configuration Manager для того, чтобы сайт-сервер опубликовал информацию в Active Directory. Открываем консоль Configuration Manager. Итак, мы открыли консоль Configuration Manager. Мы видим, что мы подсоединились к сайту с кодом TD1 и его имя TagDaysPrimarySite. Как вы видите, консоль похожа немного на Microsoft Outlook. И по этому типу сделаны все остальные консоли продуктов семейства System Center 2012. В консоли Configuration Manager мы видим четыре рабочие области. Assets and Compliance. Сюда входят наши обнаруженные ресурсы, такие как пользователи, устройства, коллекции и тот функционал, который относится к управлению активами. Это учет запуска программ, проверка на соответствие корпоративным политикам, учет лицензий и антивирус. Software Library. Установка приложений, пакетов, установка апдейтов, установка операционных систем. То есть здесь сгруппирован тот функционал, который относится к установке. В панели мониторинга мы видим информацию о состоянии системы, отчеты, запросы, информацию о статусе распространений, назначений, клиентов и так далее. И в рабочей области Administration мы видим все настройки, которые относятся к настройкам сервера и иерархии. Начнем конфигурирование нашего сервера с настроек метода обнаружения. Все действия, которые доступны с каким-то функционалом, видны как по правому клику, так и в риббоне, который, впрочем, можно скрыть. Метод обнаружения позволяет нам находить ресурсы либо же в Active Directory, либо же в сети Active Directory Forest Discovery. Данный метод обнаружения позволяет нам находить в Active Directory IP подсети, либо же в сети Active Directory. Если мы поставим эти чекбоксы, то обнаруженные сайты Active Directory и IP подсети автоматически превратятся в границы, которые мы впоследствии можем использовать в работе. Расписание оставляем по умолчанию, нажимаем ОК. Мы видим предупреждение, действительно ли мы хотим сейчас запустить этот процесс. Мы говорим, да, действительно прямо сейчас. И процесс поиска IP подсетей и сайта в Active Directory начался. Далее, Active Directory Group Discovery. Данный метод обнаружения позволяет нам находить группы безопасности в Active Directory. Включаем поиск по всему домену. Впрочем, мы можем включить поиск и по какому-то отдельному АУ. Называем это как-то. Определяем аккаунт, который имеет право на чтение данных из Active Directory и нажимаем ОК. Расписание. Мы можем оставить расписание по умолчанию, можем его изменить. К примеру, можно поставить один день. Дельта обнаружения позволяет нам находить ресурсы, которые только появились. Если мы говорим об обнаружении групп, то мы можем находить ту информацию, которая появилась в группах. Новую информацию. Например, компьютеры, которые в группы добавились, либо там пользователи, которые из группы удалились. Дельта обнаружения отличается от полного цикла обнаружения только тем, что мы находим новую информацию. По умолчанию дельта обнаружения включено и его тайм-аут составляет 5 минут. Это позволяет снизить нагрузку, проводя такие циклы. Полный цикл обнаружения будет проведен только раз в день. В опциях мы можем увидеть следующие параметры. Искать членов группы распространения. Искать компьютеры, которые входили в домен последние 90 дней, для того, чтобы не вытаскивать устаревшую информацию из домена. Искать компьютеры, которые в течение последних 90 дней меняли свой пароль. Нажимаем ОК и видим то же самое сообщение. Запустить полный цикл обнаружения прямо сейчас, мы говорим да, запустить. Active Directory System Discovery. Это наиболее часто используемый метод обнаружения ресурсов. Он ищет компьютеры, с которыми впоследствии будет работать Configuration Manager. Принцип тот же самый. Мы определяем домен, либо же АУ, из которого мы будем вытаскивать информацию. Определяем аккаунт, который имеет право нащение Active Directory. Настройки по расписанию и дельта обнаружению. Настройки по расписанию изменим, например, по умолчанию. Опции. Такие же, как и в предыдущем методе обнаружения. Но здесь есть Active Directory атрибуты. Здесь перечислены атрибуты, информация о которых находится по умолчанию. Кроме этого, можно добавить другие атрибуты, нажав кнопку Add. Зачем это нужно? Иногда бывают ситуации, когда вам нужно создать какую-то коллекцию на основании информации, полученной от Active Directory, либо же создать отчет. Например, вам нужно создать коллекцию, в которую будет входить компьютер, и значение атрибута в Active Directory которых будет равно какому-то параметру. Запускаем полный цикл обнаружения, нажимаем Yes. Active Directory User Discovery. Поиск пользователей в Active Directory. Принципы работы аналогичны. Предыдущим методом обнаружения выбираем домен, либо же АУ, из которого мы будем вытаскивать информацию о пользователях расписания, дельта обнаружения и атрибуты пользователей. Запускаем полный цикл обнаружения. Heartbeat Discovery. Метод обнаружения пакетов пульсом. Как вы видите, этот метод обнаружения включен по умолчанию в Configuration Manager и отличается от других методов обнаружения. Heartbeat обнаружения не ищут новые компьютеры. Этот метод обнаружения позволяет Configuration Manager узнать, активны ли его клиенты. Соответственно, этот метод обнаружения относится только к установленным клиентам. Отрабатывает он на каждом клиенте, когда запускается цикл сбора информации, либо же по указанному расписанию. Этот метод обнаружения очень важен. В процессе отработки Heartbeat обнаружения на клиенте создается небольшая запись, которая несет в себе сложенную информацию и отправляется на Management Point. Эта информация обрабатывается, и клиент помечается в консоли Configuration Manager как активный. Network Discovery. Метод обнаружения ресурсов в сети. Есть несколько типов этого метода обнаружения. Первый тип – топология. Configuration Manager пытается найти IP-подсети и роутеры. Топологии клиент. Кроме топологии, Configuration Manager пытается еще найти потенциальных клиентов, то есть компьютеры и какие-то ресурсы. Возможно, это будут маршрутизаторы, либо принтеры. Если мы активируем этот тип обнаружения, то Configuration Manager пытается определить еще и операционную систему клиента. Мы определяем подсети, по которым Configuration Manager будет искать возможных клиентов, домены, снмп-сообщества и максимальное число прыжков, снмп-устройства, держ-сепи сервера и расписание, по которым будет работать этот метод обнаружения. После этого нужно определить границы, в которых будет работать Configuration Manager. Как мы видим, у нас уже создана одна граница. Она была создана автоматически, поскольку у нас включен метод Active Directory for Rediscovery. Мы можем ручную создавать границы. Какие типы границ бывают? IP-подсети, сайт Active Directory, IPv6-префикс и пул IP-адресов. Для своей границы я выберу IP-address-range. Определим описание. Начальные и конечные IP-адреса. То есть вы можете из Active Directory вытащить информацию о тысячах компьютерах, но Configuration Manager будет управлять только одиннадцатью из них. Нажимаем ОК и граница создается. Границы не вступают в силу, пока они не включены в группу границ. Создаем группу границ. Даем ей имя. Включаем нашу границу. И определяем, что все компьютеры, которые входят в эту границу, будут подвязываться к сайту TD1. После конфигурирования иерархии, можем перейти к конфигурированию сайта. Мы можем удалить или добавить какие-либо роли. Этот сервер является сайт-сервером. Здесь установлена база данных, а также Distribution Point и Managing Point. Роли можно удалять. В лабораторной среде для размещения по дискам файлов для инсталляции чего бы то ни было, не является принципиальным. Но в продуктивной среде Distribution Point лучше устанавливать отдельно от установки Configuration Manager, поскольку Distribution Point при своей инсталляции место для файлов берет на том логическом диске, где больше всего свободного места. Давайте установим точку управления, которую мы удалили. В мастере инсталляции мы указываем аккаунт, под которым будет происходить установка. Поскольку Managing Point мы устанавливаем на этот же сервер, то мы оставляем учетную запись с сайт-сервера. Если бы мы устанавливали какую-либо роль на другой сервер, то должны были бы указать учетку, которая имеет там административное полномочие. Выбираем роль. В нашем случае это будет Managing Point. Определяем параметры связи с клиентами HTTP, либо же HTTPS. Выбираем генерировать алерты, если Managing Point будет недоступно. Параметры по базам данных оставляем по умолчанию. И начинаем инсталляцию. Теперь определим Network Access Account. Заходим в конфигурирование компонентов. Выбираем Software Distribution. По умолчанию все домены пользователей имеют право на чтение файлов, которые используются Configuration Manager для инсталляции чего бы то ни было. Поэтому эта учетная запись должна быть с минимальными привилегиями, то есть обычная учетная запись доменного пользователя. Выбираем нашего пользователя. Определяем пароль. Можем проверить доступ для этой учетной записи к какому-то сетевому ресурсу. И нажимаем ОК. Кроме этого, зайдем в свойства сайта и посмотрим информацию о публиковании данных сайта в Active Directory. Как вы видите, по умолчанию включена публикация в лесу Active Directory. Давайте проверим, что информация опубликована в Active Directory. Заходим в System, System Management и мы видим, что здесь опубликованы границы нашего сайта TD1, код сайта и Management Point. Теперь давайте посмотрим Assets and Compliance. Как мы видим здесь, обнаружены устройства, которые были в Active Directory, то есть наши компьютеры. И наши пользователи и группы. Можно считать, что мы провели самую простую настройку нашего сайт-сервера. В конце нашего видеоурока я предлагаю вам посетить порталы TechDays и Microsoft Virtual Academy, где расположено много обучающих видеоматериалов. Кроме этого, я предлагаю вам загрузить и попробовать продукты Windows Server 2012 и System Center 2012.